Около трех тысяч жителей Ненецкого автономного округа приняли участие в рейтинговом голосовании за проекты по благоустройству территории в Наринмаре. Первое общероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий в дизайн проектов, благоустройство в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда», которое проходило на интернет-платформе, завершилось в ночь на понедельник. Большинство голосов жители Наринмара отдали за прогулочную зону в Сахалинском лесу. В этом месте хотелось бы решить две задачи благодаря реализации этого проекта. Первая задача – сохранить первозданность вот этой территории леса. И вторая задача – сохраняя вот эту первозданность, вот эту экологичность этого леса, создать комфортные условия для отдыха людей, которые и так уже на сегодняшний день активно пользуются, активно любят отдыхать на территории вот этого леса. Проект «Победитель рейтингового голосования» будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Мы здесь хотим сделать экологическую тропу в стиле лукоморья, чтобы приблизить к каким-то, может быть, сказочным условиям. Фантазия у нас развивается в этом отношении очень сильно. Этому помогает очень много людей, которые заинтересованы в реализации проекта. Я каждый день практически получаю какие-то предложения от людей, чтобы они здесь хотели видеть. Предложения разные, фантастические, предложения реальные. Поскольку эта территория, она, конечно, в весенний, летний период подтапливается слегка, поэтому есть какие-то предложения по поводу того, как использовать даже в этот период можно было территорию леса и благополучно отдыхать. Проект на самом деле очень нужен жителям, не только, повторю, нашего района, но и жителям города. Второе место в голосовании заняла общественная территория в районе Первомайской улицы. Она набрала немногим меньше голосов – 1083. Но для победы этого не хватило. Еще один проект по благоустройству, за который голосовали жители Наринмара, это обустройство спортивной игровой площадки в районе Старого аэропорта. Он набрал 587 голосов. Оба проекта в соответствии с рейтинговым голосованием будут реализованы в последующий период уже после 2023 года. Напомним, в 2021 году в Наринмаре в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут обустроены спортивные игровой кластеры в районе домов 10 и 11 по улице Строительной, а также детская игровая площадка в районе детского сада «Радуга». Оба проекта стали победителями рейтингового голосования в 2020 году. Объекты, которые заняли последующие места в рейтинговом голосовании 2020 года, планируются к реализации в 2022 году. Это парковка на пересечении улиц Швецова и Сущинского. Общественная территория в районе улицы Рыбников 6Б, 3Б, а также зона отдыха в районе метеостанции.